мы в африке на автодоме всем привет мы кости и вика мы путешествуем на автодоме и сейчас мы приехали в марокко на нашем автодоме и точно также удивительно мы добрались до африки прямо на своей улитке в предыдущем видео мы вам рассказывали о том как мы сюда попали так что если вы еще не смотрели обязательно переходите посмотрите было очень необычно интересно и я думаю еще больше интересного ждет нас впереди сейчас мы в кемпинге городе шевшуэ это синий голубой город давайте его посмотрим вместе это единственный кемпинг в этом городе и мы естественно в нем стали потому что кемпинги здесь достаточно дешевые и даже сравнимы с ценой парковки мы вышли от кемпинга к тропинке она очень крутая а мы ну ладно я не трекингах правда но у вики вообще вот она началась все синие даже машина такси синие вот это кто черный гуляем по улицам идем просто в рандомном направлении все такое прикольно но периодически с таким типа от грязи местами так вот этот запах и местами такое странное ощущение но это все очень прикольно так почему этот город синий мы точно не знаем никто точно не знает первый вариант это чтобы избавиться от мух не знаю насколько синий цвет влияет на мух второй вариант это то что евреи поселились в этом городе выкрасили в синий цвет и как бы стал символ 3 это то что в целом все марокканские города имеют какой-то свой цвет вот этот имеет голубой какие-то зеленые цвета какой-то еще какой-то красный вроде бы мы тоже где-то видели то есть каждый как будто бы город себе вот делает выражается через какой-то цвет но вот особенно в этот город шевшуэ который мы сейчас он особенно выражается потому что тут прям все синее то что мы видели других городах одно там частично где-то покрашено пока лично еще не видели пока лично еще не видел только по видео да ну и возможно они подкрашивать его в том числе чтобы привлекать туристов ну да я говорю про то что начиналось это вот так а сейчас конечно да очень прикольное место пофоткаться в целом это выглядит очень красиво сегодня на каком цвете на очень красиво нам уже два раза предложили траву один раз предложили посетить домашний садик один раз что потом еще предлагали что-то все так быстро теряются когда мы говорим что нам неинтересно к сожалению но предложений очень много видимо хотя говорят что у них это запрещено и все очень строго но видимо что не очень строго судя по количеству предложений да и не строго и и очень популярно попали на нужной улице это вот ровно то что мы хотели посмотреть потому что синие они не все есть обычные белые есть какие-то еще вот но мы сейчас зашли видимо в правильные почки причем это место никак не отмечено это просто в городе как-то где-то более синие где-то менее синие где-то краска стерлась потому что они ковры на них вешают вот так вот вот поэтому мы сейчас туда точно зашли очень интересно в этом месте что вот викачка не играла наверно в такие игры есть игры где квесты нужно проходить то есть ходишь там какие-то персонажи везде стоят не играла да вот нужно там подходишь кому-нибудь ты так его задеваешь и начинает с тобой говорить или там ты к нему рядом проходишь в какой-то зоне и он предлагает там типа подойди там сделать что-нибудь какие-то квесты начинаются здесь точно так же то есть ты проходишь мимо и он сразу начинает тебе ковры предлагать там проходишь еще где-нибудь тебе еще что-нибудь предлагают это выглядит реально также как будто в какой-то игре они начинают активизироваться ровно когда ты в какой-то зоне рядом с ними появляешься очень смешно заходишь в улицу где тихо такая тишина полная потом проходишь мимо продавца и он так тихонечко тебе предлагают ковер они гоняют на мотоциклах по эти маленькие молочка это еще это супер широкая улица ну и короче это просто доставка чего-то там не знаю что они доставляют ну еду может быть да просто ездят по этим маленьким улочкам капец среди людей просто ладно мотоцикл я только что сказала машины ездят вау просто да мы взяли попробовать лепешки и схладость здесь то что продают прямо на улице это получилось всего на 2 евро вот две такие лепешки и кучу схладостей просто лепешка просто лепешка вкусная а я взяла себе схладости они очень похожи на турецкие давайте попробуем вот такая лепешка вкусная прям реально она не просто сухая как маленькая вермишель тесто меди и вот такие вот штуки они вот прям вообще турецкие турецкие очень похожи на турецкие схладости а внутри что-то ореховое сверху немного видимо этого много фисташек лепешка вкусная мне нравится я буду ее есть просто так ну то есть не с чаем ни с чем просто она просто вкусная прикольно очень сладко покажи еще что мы взяли цены в местных кафешках на сладости по крайней мере просто жесть вот все что мы показывали взяли это вышло на 2 евро 2 евро мне кажется в испании или в португалии 2 евро можно купить одну такую пироженку а то и даже не купить вот сейчас заходили еще в кафешку маленькую ну типа кофейня там были указаны цены то есть никак на улице непонятно что просто считали на глаз вот это подъем блин вот и там цены тоже типа 5 дирхам там два-три дирхама соответственно 20 30 центов 50 центов вот такие штуки у нас столько никогда не стоит пришли кушать это только что приготовилась как это красиво это национальное блюдо тоже здесь получается курица тушеные овощи и и она должна долго вроде бы тушиться я не знаю точно возможно это просто сейчас как бы подогрели вот на этой глиняной штучки и это должно очень сильно пропитаться и должно быть очень вкусно он еще бывает вот какой-то вот такой формы треугольный но у нас вот почему такой и кости заказал еще жирные роли эти кискорицы кискорицы из или соус а к этому еще подают хлеб и мы заказали чай традиционный американский чай в нем смотрите как много травы и он очень сильно заварился его пить невозможно он невкусный очень сильно из-за чего интересно ну что что произойдет с организмом когда выпьешь вот такой вот чай просто наверно глаза вот так вот будет давайте пробовать горячее наверное еще шипит бурлит вкусно хоть я не люблю овощи тушеные но вкусно на что похожи просто тушеные просто тушеные овощи без какой-то там специи такой или чем-то не отдыха мы выбрали эту кафешку просто потому что здесь хорошие отзывы но сейчас здесь никого нет мы единственные посетители мы когда пришли попросили меню там владельцы видимо и работники заведения стиле и ели мы потревожили так скажем не отрываясь от еды нам дали меню мы выбрали пришли заказали пока они ели вот может возможно это наше общие с ними еда ну то есть как будто бы мы пришли к ним домой в общем чай конечно просто жесть типа вот столько мяты это даже не чефир то есть чефир мне кажется на фоне вот этого отдыхают целый куст мяты а здесь тоже самое только какая-то смесь трав мне кажется она с корнями даже пахнет цветами это очень прям мне кажется этим можно заварить примерно 2 литра чая она сыпется как его отрезается он такой цвет и так здесь курица тоже кита овощи да пахнет тоже тушеными овощами немножко и там еще яйцо по-моему должно было быть такое чувство что это голубец во фритюре похоже такой вот хрустящий но голубец в общем я добавил к этой штуке чили по макал его и это стало очень вкусно неожиданно а вот здесь вот в таджине курица внутри мы как бы добрались до курицы с овощей и оказалось что она такая прям вся как будто бы пропеченная но она совершенно не сухая как будто бы ты ее ешь я не знаю как это прям консистенция такая даже будто бы это не курица это может быть даже как печеная рыба даже похоже будто бы как то так но это очень прикольно переходим к сладостям принесли вот такие вот ассортимент с будем пробовать чай жесткий просто печенька просто печенька а у нас чем-то внутри печеньки вкусные человек кстати с печеньками тоже пьется кое-как цена 180 дирхам это примерно 18 евро мне кажется португалия испании это было бы евро 35 40 да наверное одно блюдо стоило бы в районе 20 евро а мы на 18 на двоих поели потому что это мясные такие тушеные блюда они всегда дорого стоят вот как-то так в общем я думаю раза в два дешевле это получилось и это очень сытно там очень себя просто успокаивать нет это правда дешевле идем домой вверх в эту же гору без такси просто так спали 4 часа то что легли в 6 утра 6 утра только выпустили нас из порта как там баранину люблю на козочка вот не знаю сейчас как прыгнет вот такой вот он первый марокканский день как тебе мне все понравилось просто некая усталость присутствует что очень длинная дорога была весонная ночь красивый город необычный но очень много торговцев ну может быть это нормально так наверно всегда и было все слова которые знают перечислил на всех языках маленький мальчик по сути когда я слышал про морока я знала только этот город ну и маракеш немного поэтому я очень рада что мы первый же день здесь побывали и закрыли вот этот вот мое большое пожелание очень здорово а впереди еще много всего интересного это будет завтра доброе утро мы готовимся уезжать из кемпинга давайте я вам покажу как он выглядит очень кратко во первых тут большая большая территория с автодомами и это европейские автодома в основном один марокканский и есть такой себе сливчик и есть душ и туалет душ конечно как в любом кемпинге есть слив здесь тоже воды чтобы все помыть и отдельно набор воды прямо возле въезда с швангом все удобно вот питьевой вроде как бы отдельно нет нигде кису не выпускаем гулять уже несколько дней она просто ребята мечет она супер недовольная ей все не нравится но она прям пищит то есть ты выходишь на улицу она пищит вырывается бежит потому что она привыкла гулять на улице а здесь но очень много котов то есть драки шипения и какой-то контакт он неизбежен поэтому нельзя отпускать ее на мой взгляд тем более они не приветы скорее всего вот она такая бешеная сегодня и вчера и позавчера кажется сумасшедшая ну если привыкла то что поделать да киса уже сделали все сервисы заправили воду слили слили туалет и собираемся ехать в город фес костя сходил уже заплатил за кемпинг сколько стоило 95 дирхам это девять с половиной евро отлично мы самые первые мне кажется уезжаем так что давайте посмотрим дорогу я очень боялась перед поездкой сюда что будет жарко но вот первый день который мы вчера были был вообще туманный и было даже немножко прохладно вот а сегодня тоже утром прям туман и тоже прохладно все затянуло получается городок голубой шевшуэн он находится между двух гор и как бы немножко в низине чуть-чуть хотя он сам как бы тоже на горе и вот его и как бы вокруг накрывает туманом красиво выглядит люди уже собираются идут на работу в школу университеты а мы едем путешествие забавно вообще мне понравился этот город тем что он настоящий и живой люди живут просто заниматься своими делами и ты как будто бы приехал и вот смотришь на это с одной стороны это как-то не очень удобно что ли что ты как будто бы вмешиваешься в чужую жизнь наблюдаешь там заглядываешь в нее но классно что это все по-настоящему мы заправились 79 литров по евро 29 мне кажется в шенгене таких цен не существует почти полный бак мы сюда специально ехали короче не заправляясь до полного то есть вроде обычно когда едешь куда ты куда не знаешь ехать и заправляешься до полного чтоб не переживать а мы специально оставили там мне кажется у нас 20 литров было при выезде вообще из испании специально здесь реально дешевле вот и заправка total energies есть даже shell вот так что нормально посмотрим не будет ли нас где-нибудь глохтать от телефона оплата не прошла видимо apple pay не работает не знаю оплатил обычной картой просто вставили с чипом с работой нормально мы не совсем ожидали что марокко будет выглядеть так потому что сначала она выглядит какая-то европейская страна с океаном долл океан то мы ожидали ладно было очень много зелени и полевых цветов а сейчас очень много леса то есть нет пустынных еще мест еще до этого не доехали а очень много леса и это выглядит как грузия то есть вот грузия ассоциируется у нас таким с такими сочными зелеными яркими горами но марокко я думаю что это что-то песочный какой-то цвет вот такое но здесь это очень красиво выглядит особенно сейчас горные серпантин и все-таки прям по серпантинам все едем среди гор среди леса не ожидали вот такого вообще чем я купил лепешки вот такие вот дали в комплекте сыр я его намазал они горячие только-только сделаны какие-то пончики но это вчера мы купили вот это вот полтора евро вообще где-то по пути в деревне остановились чтобы перекусить позавтракать еще даже не успела часть делать не успела никакой завтрак сделать кости уже эти булки ест сходил просто у каких-то людей купил такого на сегодня завтрак из местных продуктов по сути потому что все что здесь есть это мы купили здесь все вот эти лепешки и так далее плюс еще заварили местный чай вчера купили смесь чая в каких трав и купили мяту мы любители чая вот купили его 1 евро одна штучка и сейчас сидим пьем завтраком насосы тоже намажем сыром это реально вкусно очень мне нравится то кухня не понимаю почему так много продают чеснока везде просто возле дороги чеснок его покупают то есть магазине не продают чеснок откуда я родом там чеснок это копеечная история не знаю можно записать центов купить себе 100 200 грамм чеснока который хватит там на полгода может быть они готовят кита пряности специи с чеснока возможно сейчас мы едем за фурой который не может подняться в гору потому что везет мне кажется тонну чеснока это не тонны это где-то три четыре пять тонн это у нас вещей тонна может они куда-то его оставляют чеснок и действительно какие-то специи делают чтобы было вкусно так мы приехали в следующий город город фез самый один из самых древних городов марокко давайте сейчас его посмотрим мы припарковались в кемпинге кемпинг выглядит просто достаточно он находится на территории какого-то отеля здесь оливковая роща здесь есть бассейн сейчас посмотрим его пройдем мимо потому что к парковке идти в любом случае через него и попробуем взять такси чтобы доехать до медины медина это центр города а в кемпинге тоже есть дополнительное электричество сразу включена в стоимость неважно пользуешься ты или нет все это стоит сто двадцать пять дирхам это двенадцать половиной евро в фесе находится самая одна из самых больших медин в мире медина это старый город мы впервые услышали в марокко это слово возможно где-то еще так называют но мы не знаем здесь очень легко заблудиться потому что улицы находятся в хаотичном порядке их порядка 12000 насколько мы поняли мы не берем никакого гида хотим пройти сами заблудиться это одна из задач посещения веса и в целом это медина находится под охраной юнеско она очень ценится там люди до сих пор живут то есть в настоящий город в котором вот течет жизнь и мы можем ее посмотреть мы пришли до то что надо в общем здесь делают кожаные изделия и ковры их вот в этом всем красят отмачивают он там кожу раскладывают замачивают посещение сюда бесплатное но за то чтобы пройти сюда могут попросить денежку у нас почему-то пока не попросили нас просто так отправили и мы все думаем когда платить в общем посмотрим здесь получается самый естественный процесс обработки кожи происходит по различными методами методы эти самые естественные то есть это сбор голубинного помета сбор по моему коровьей крови или что-то еще и вот очень долго все это вымачивается лежит вот в этих вот баках и потом они это самостоятельно руками делают насколько я поняла ну так это и выглядит и немножко расстроилась потому что мне кажется что такой жесткий труд человека вот это все руками перекладывать душать этим запахом собирать не стоит какой-то сумки я не знаю мне кажется не стоит вот и покупаете теперь кожаные сумки из натуральной кожи как-то грустно еще просто увидела что это чувак который там работает у него кисти нет и он фактически одной рукой это все прикладывать ощущение что он пошат один за всех то сейчас как мы видим он один там работает перекладывает из одного аквариума вакуума другой видимо начать другой процесс какой-то связанный с кожей что мы хотели основной мы посмотрели теперь мы просто гуляем без цели ходим по улочкам скажу продается очень интересно необычно что просто за стеной там мечеть например где-то за стеной кто-то живет так заглядываешь такой домик очень прикольно не ставим сейчас мы вышли из основной части вот этой рыночной и вот рынок наверно можно сравнить если кто-то был на турецком гранд базаре то вот если гранд базар сделать размером с город то вот это вот это место и размеры и кипиш и вот это все очень похоже а сейчас идем просто смотрим улицы просто очень необычный формат как они здесь все продают живут нет даже ничего не висит то есть не такие рыночные места есть какие-то дворики мы ходим в поисках мороженого викачка короче хочет мороженку а тут продают мне кажется все кроме мороженого мы вышли из медины мы ее обошли получается по двум дорогам мы нигде не заблудились нас навигатор не подвел возможно мы не зашли на какие-то еще интересные места потому что просто них не знали но в целом знакомство с этим городом на наш взгляд устоялось состоял с атмосферой познакомились да по сути это огромный большой рынок которым происходят всякие разные истории мы устали и в общем зашли покушать взяли кускус он очень похож на тажин который вы вчера пробовали получается там внизу лежит кускус сверху курочка и овощи я раньше никогда не ела томленые вот запеченные овощи но вот вчера и сегодня я впервые пробую что-то новое кости взял себе пастилу пастила была необычная пришла с курицей сверху она посыпана сахарной пудрой и корицей а внутри находится курица лук и орешки что-то такое это горячее блюдо работник кофейни работник кафешки сказал что это блюдо подают в конце свадьб оно такое традиционное марокканское блюдо я не люблю сладкое с мясным но тоже попробовала нормально как я не люблю овощи запеченные но я почти что съела это блюдо может быть даже когда-нибудь полюблю овощи или сладкая соленая смесь а сейчас пойдем пешком попробуем дойти до дворца короля и пойдем в направлении нашего кемпинга и и ко дворцу мы взяли себе лимонад из сахарного тростника как тебе вкус очень сладко и никогда не пробовала как выглядит сахарный тростник не никогда не видела и никогда не пробовала они его реально выжимают добавили лимон и имбирь стоит это 15 дирхам полтора евро ощущение как будто кто-то сделал лимонад с лимоном но прям сильно переборщил с сахаром пришли еще в одно интересное место феса здесь находится дворец королевский дворец и возможно здесь сидит король хотя это не столица но может быть тут сидит король в общем он недоступный для посещения можно только вот вход посмотреть вход очень красивый с резными различными узорами все это вроде бы сделано вручную в интернете так написано надо здесь обязательно споткаться дворец окружают военные охраняю ну что давайте подведем итог посмотрели шефшауэн синий город погуляли кушали вкусностей приехали в фес посмотрели самую большую медину было очень интересно познакомились с разной африкой увидели и зелень и вот такие вот интересные города а дальше нас ждет исполнение нашей мечты мы увидим пустыню сахару я никогда не видела пустыню сахару тоже никогда не видел а мы увидим вместе покажем кися увидит увидим это на автодоме нас ждет очень долгий маршрут до сахары если посмотреть по карте феса это где-то почти середина начальной страны прям кусочек сахары находится в марокко и он прям с краю придется так что ехать туда потому что ну раз в общем и здесь надо посмотреть мы не знаем когда мы туда едем потому что дорога очень долгая и длинная оставайтесь с нами будем вам все показывать после сахары мы поедем в маракеш там будет еще интереснее сто процентов спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки комментируйте нам будет очень приятно и увидимся с вами в новых видео из марокко всем пока